всем привет сегодня мы будем готовить еще один вид конфет но эти конфеты намного вкуснее предыдущих это я вам говорю ответственно все кто попробовал попробовал человек наверное 20 эти конфеты никто не остался равнодушным кому-то это напомнило сникерс кому-то это напомнило какой-то вкус из детства кому-то это напомнило халву с орехами в общем приготовьте я рассказывал рассказывал этот рецепт но думаю одни конфеты вторые конфеты может быть и не надо снимать но поняла что этот рецепт всех заинтересовал поэтому решила один раз снять и себе в общем-то на память и вам чтобы вы все это приготовили и так нам что понадобится нам понадобятся финики финики у меня самые обычные из супермаркета не без косточек если у вас сухие залейте кипятком минут на 15 косточку удаляйте арахисовая паста у меня с кусочками арахиса можете ровную гладкую выбрать если у вас нет соли в арахисовой пасте добавьте побольше соли у меня соль солью арахисовая паста поэтому я добавлю четверть чайной ложечки также кокосовое масло оно из холодильника оно такое знаете твердое поэтому его нужно растопить на водяной бане или микроволновке вот растопленное кокосовое масло и самые обычные необычные самая обычная овсяная крупа хлопья овсяные вот это овсяные хлопья и орехи орехи вы можете использовать грецкие фундук в общем все что вы предпочитаете но грецкий орех он прям раскрывает вкус этих конфет необыкновенно и так приступим первое что нам нужно сделать это порезать орехи не крупно не очень мелко но и не крупно вот конечно кто-то может это делать большим ножом красиво я делаю этого так это получается не очень быстро но качественно вот так вот примерно так орехи я подготовила финики делим на две части примерно но если слишком крупные порежьте еще так теперь берем чашу блендера закладываем туда финики две ложки такие хорошие щедрые арахисовой пасты знаете все вы в граммах я писать не буду я напишу все в ложках но единственное там хлопья в граммах напишу а здесь вы все импровизируйте то есть одна заканчивается банка арахисовой пасты осталась одна ложка положите одну ложку так и одну столовую ложку кокосового масла на ложке остается поэтому еще капельку добавляю и теперь все это нам нужно взбить в однородную массу погружным блендером массу я измельчила получилось такая липкая масса мы ее соединяем с грецким орехом и сейчас я надену перчатки и все это соединю в одну большую массу одну большую массу и и все это нужно соединить вот такой колобок у меня получился берем дощечку я и застелила пергаментной бумагой и нужно распределить сделать такой прямоугольник примерно в один сантиметр толщиной вот такой прямоугольник у меня получился на более-менее прямоугольник вы знаете особенно не заморачивайтесь домашние конфеты значит сейчас мы это убираем на 15-20 минут в морозильную камеру чесночок у нас уже какой ну в общем это я все вырастила сама и очень могу сказать гордо этим и помидоры и огурчик и вообще такой огромный помидор еще не пробовали самый первый и и вторая часть нашего лизонского банка значит и самый неожиданный вкус который для себя открыла я бы никогда не подумала что это так вкусно значит нужно овсяные хлопья перемолоть в кофемолке я буду делать это частями в такую муку мололим теперь сюда мы добавляем две ложки масла кокосового и одну арахисовой пасты вот так и обязательно добавьте соль это вот сбалансирует вкус сладкое и соленое будет очень очень вкусно никогда в кондитерских изделиях не пренебрегайте солью соли я у меня здесь четверть ложки я должна на чуть чуть меньше положу потому что арахисовая паста у меня соленая все теперь надеваем перчатки и опять эту массу нужно в колобок не пугайтесь это все очень хорошо формируется соединяется никаких проблем если вдруг у вас окажется что овсяные хлопья там суховаты или еще что-то и не собирается в комок добавьте еще немного кокосового масла и все все замечательно собирается никаких вопросов так еще один колобочек этот колобочек нужно распределить сверху видео мы достали из холодильника он такой застыл застывает за счет кокосового масла от центра отодвигаете края не торопитесь все у вас получится все будет хорошо так вот смотрите что у нас получается знаете можно конечно сделать там более замороченно орехи грецкие отдельно положить еще одним слоем или между этими слоями или сверху но поверьте мне вкус от этого не меняется но если конечно вы хотите выпендриться то пожалуйста все теперь это отправляем еще на 15-20 минут в морозилку а мы тем временем растопим шоколад как растопить шоколад вы знаете нужно взять примерно 150 грамм шоколада без а у нас все без сахара поэтому я возьму шоколад без сахара любой шоколад какой вы едите добавить растопить и добавить 150 грамм примерно полторы чайные ложечки растительного масла смотри какая красота будешь пробовать обалденно завтра сниму видео как я весь готовлю в духовке ну и расскажу про эти кабачки и так все у нас застыло сейчас я вам продемонстрирую вот такой достаточно твердый кирпич получилось теперь это нужно разрезать как вы разрежете это уже ваше дело прямоугольнички квадратики треугольнички как хотите так сейчас меня лёша это будет делать так пожалуйста ну да он застывает застывает за счет кокосового масла я думаю что еще каждую пополам нужно разрезать а может быть даже на три части на три части да видите даже для сильного мужчины это так здесь я растопила шоколад добавила растительное масло застелила пергаментом форму спасибо вот смотрите раз и отделилась ничего страшного сейчас мы это зальем шоколадом и шоколад все это скрепит не волнуйтесь смотрите вы можете сделать вот так сейчас я возьму вилку вы можете сделать так взять кусочек окунуть обвалять достать все так вы можете конфетку вот так вот залить со всех сторон шоколадом мне больше нравится обвалить в кондитерский мешок до кондитерский мешок шоколад и из кондитерского мешка поливать но тогда у вас вниз будет без шоколада вот так удобнее всего вот обмакнул и выложил значит смотрите конфеты необыкновенно вкусные приготовьте обязательно это для тех кто на закрепе и для тех кто придерживается здорового питания здесь вы видели не грамма сахара в общем берегите себя следите за здоровьем никто вам в этом не поможет кроме вас думать о себе любите себя всем хорошего настроения пока девочки напишите что-нибудь очень мало комментариев не просто как даже странно пока чтобы не было ну ладно да это вы да ну я